Крупный план Все верно Все верно Предприятие может очень сильно пострадать Долг действительно огромный для сельской местности Евгений Васильевич, вот это 3,5 миллиона Дичайшая цифра Сколько лет этот долг копился Как долго вы не платили и почему Ну наверное Годами он никак не копился Получилось так, что когда мы заявились В Куприты, одни из первых Стали заключать договор на вывоз ТКО С нас попросили Площади и правособственности На эти объекты И не дав нам альтернативы По ТП-2 отходов Либо другие варианты Так как у нас уже были свои контейнерные площадки Которые можно было взять во внимание Практически это было не сделано Или даже и специально это так Или значит самые Ну трудно сейчас сказать Но в течение буквально Января-февраля месяца Не разговаривая с нами никакие Не ведя диалоги Куприт сразу подал на нас В арбитражный суд С предъявлением Два с половиной миллиона Давайте по порядку Теперь значит это Если я правильно понимаю Это последствия Той самой мусорной реформы Которая мы видим То есть эти три с половиной миллиона Накопились за какое время? Они нам предъявили это За 2019 год Это 200 с лишним тысяч в месяц Правильно? 240 тысяч за каждый месяц Ну просто на самом деле Бешеные деньги Очень страшные деньги Хочется понять Это сколько Вот вы камазов мусора За месяц копите Чтобы такие деньги платить Порядка значит самое Десяти камазов Хотя мы столько И не завозим у нас В райпо газели И мы газелями развозим товар Завозим его Такого объема просто не могло быть И не могли создать мы Почему этот долг образовался? Что произошло? Потому что Куприд взял в расчеты Наши площади Которые в то время Строились по программе 50 и очень большие объекты у нас В деревнях Они там по 300 с лишним квадратных метров Эти объекты А фактически мы в деревнях торгуем Где население уже маленькое На площадях до 150 квадратных метров Остальные 150 квадратных метров Просто складские площади И их Значит самое Во внимание По идее это И брать ни к чему Потому что они не Воспроизводят Никакого Такого Никакого мусора От них нет Вот еще смотрите Допустим Прошел первый месяц Да? Вы заключили договор Заключили вы в январе Правильно я поняла? Мы документы послали в январе месяце Как началась Как добросовестная Значит самая В январе вы заключили договор Вы должны были когда-то вот получить В феврале должны были до 10 числа получить Первую квитанцию Да Первую квитанцию Почему там Когда вы ее получили Когда вы увидели 240 тысяч Вы сразу не начали действовать Или что Почему такая сумма скопилась? Если бы мы ее получили Мы бы конечно приняли Всякие меры к этому Не допустили бы Ни в коем случае Мы бы в феврале месяце Исправили это положение И значит Все бы контейнера были у нас Поставлены, цифрованы Они и так у нас были У нас значит Порядка шести площадок Которые были организованы еще В декабре Значит Восемнадцатого года За номером 244 Шесть контейнерных площадок Куда мы значит Мусор должны Или такого-то складывать Вот Но на это Куприт не пошел И не дал нам Разрешение работать На этих площадках Нас также не предупредили Что вы обязаны Отцифровать эти контейнера Вы обязаны Их включить в реестр И чтобы Отцифровать это значит Включить в реестр Чтобы Куприт о них знал Да Что они есть Вот Хотя это было сделано 28 февраля 2020 года уже Но ведь это уже год прошел Нужно было реагировать раньше А чтобы среагировать Нам должны хотя бы Предупредить Что мы с вас вот такие Ведь деньги будем брать Вы подумайте Что вам выгоднее Фактически нам Альтернативы Не было данных То есть квитанцию Вы получили не в феврале На 240 тысяч Вы получили ее через год Сразу на 3 миллиона Почти Да Вот так и получилось Что мы Поэтому действовать вовремя Вы просто Ну не могли Просто не могли И не знали Что нас ждет А выход Был из ситуации Он есть Вы сейчас Вот нашли Да Мы сейчас значит Договариваемся с Купритом Чтобы они Нам Пересчитали Вот сейчас По норме Когда мы остановили Цифровали контейнера У нас оплата идет Порядка 230 Ой 23 22 23 тысячи В месяц Никак не 240 В 10 раз Сразу уменьшилось Это Вот Куприт очень любит Говорить что Знаете Вода подведена Значит самое Либо платите по счетчику Либо платите по нормативу Но у нас В таком случае Мусор Как сказать Не вывозился И не было источника Подведения Чтобы они За весь этот период Они нам не предоставили Путевки Глонасс Что они вывозили Так Подождите То есть мало того Что 240 тысяч рублей в месяц У вас еще и мусор не вывозили Конечно Конечно В том то и дело Что и обидно Что значит самое Так как У вас не было Контейнеров Платите по нормативу Не взирая ни на что Вот самое страшное То что Подставили перед фактом Год начислялось По 240 тысяч в месяц И ни разу за год У вас мусор не вывозили Да Вы сами это делали Да Сами делали Что теперь говорят Вы делали напрасно И вас за это надо штрафовать Штрафовать за что Не туда возили За то что мы возили Мы давно занимаемся Раздельным сбором Этого мусора Ну это же хорошо Это же сейчас Мы сейчас впереди Как сказать Планеты все бежим Отдельно собираем Макулатуру Полиэтилен Значит стеклопосуду Все это в разных контейнерах Но Это вот Можете делать Когда Сейчас у вас появились Свои контейнера Это может быть учтено В дальнейшем Но предыдущие суммы Не подлежат Пересмотру Вот что обидно И правильно я услышала Что сейчас Есть Идут некие суды Да В чем претензии И чья претензия Претензия Куприта к нам Что мы им Обязаны заплатить За 2019 год 3,5 миллиона Но они нам пошли На Небольшую Так сказать Уступку В том плане Что Не везде В контейнера Были установлены Даже в сельских поселениях Вот Когда вопрос решался Что выносили В контейнер сельских поселений Мы Обратились К главам сельских поселений Которые Письменно заявили Что Котельническое райпо В контейнера сельских поселений Своё таково не складывало Работали самостоятельно Также Значит Продавцы Написали все Объяснительное Что за этот период За 2019 год Они не выносили А хранили На своих Складских площадях Вот эти Значит Такого Картон Полиэтилен И стеклопосуду Где это было А остальное Там это оставались Сметки Это все Можно было В маленьком мешочке Унести Или увезти Значит Вот у нас Работал рынок С купритом Поэтому мы Пользовались этим случаем Купритом Вывозил Но вывозил этот мусор Только через рынок Через Который в котельниче Находится Рынок Это наше Подведомственное предприятие Сто процентный Учредитель Его райпо Мы заключили на это договор И платили деньги Рынку То есть это вот те аргументы С которыми вы идете к куприту И пытаетесь договориться Пытаемся договориться Что получается из этого Получается то Что мы им заявляем Что мы платили За 2016 2017 2018 год В пределах 80 тысяч за год 80 за год Да Значит Мы по ТП2 отходов Значит Заплатили бы 136 тысяч за год ТП2 Давайте слушателям поясним Это что такое Это значит самое Ведется такой Объем Накапливаемых Значит Самоотходов Это Мы платили Тогда И за вредность И за выброс И за золу И за вот Вот эти вот все Значит Негативные Моменты Которые могли бы Райпо Значит Осуществить Загрязняя Атмосферу Класс отходов Которому ваши отходы Относятся Вот Да Но вреда тому Природе Как говорится Так и не наносили Этого не было Вот Мы им предложили Что давайте Сейчас сложилась ситуация Мы платим Где-то порядка 20 Ну пусть 24 тысяч Но не 240 Мы вам заплатим И за Ничего не делая Вы получите Примерно 260 тысяч За прошлый год Не 3,5 миллиона А вот эти деньги Да И давайте подведем Под этой Вот эти Значит самые Месяцы 20-го года И как бы Можно было Отрегулировать на этом И что Не идут навстречу Они на нас Значит продолжают Писать Значит самые По судам Нас Теперь уже Предъявили за январь Февраль 2020 года Ну и есть желание Предъявить и дальше Значит Март Апрель Май И июнь С июля месяца У нас уже договор есть Только с июля Вы начали по 23 платить Обращались ли вы куда-то Куприд это Сейчас В общем-то Областное Предприятие Мы об этом знаем Мы об этом писали Обращались ли вы куда-то К руководству региональному Мы пытались Значит самые Через облпотребсоюз И значит Самое Министерство Охраны окружающей среды Кальбеговой Значит Кстати Альбегова Алла Викторовна Спасибо ей Она заставила все-таки Заключить договор На 2020 год Если бы этого не было сделано Мы бы до сих пор Наверное Получали счета И эти направлялись В суд Документы на нас Что мы злостные Неплательщики А что значит заставить Не хотела Компания с вами договор Просто заключать Да Компания как бы тянула Мол вроде пока не разберемся С 2019 годом На 2020 год Не будем мы с вами Заключать договора Ну как-то так примерно Будем дальше копить По 240 тысяч в месяц Не 24 тысячи возны А 240 в месяц Это ведь существенная Разница в 10 раз А дальше Вот эту вот проблему С 3,5 миллионами Правительство Не может Или Мы предприниматели Значит самое 21 августа Обратились Значит В Котельниче Собрались И обратились К президенту Путину К председателю правительства Мишу Устину Значит Губернатору Кировской области Васильеву Есть целое обращение Оно отправлено Но по крайней мере Пока Ответов нет Ответов ни откуда Пока нет ответов И я правильно сейчас слышу Что вы Не только Котельническое Райпо такое Там целый список предприятий Да Проблема-то в целом Очень серьезная И для наших предпринимателей Что тоже ведь Всех коснулось Это очень серьезно А смотрите А если вот Не только по Котельническому району А по вашим коллегам Это не только по Котельническому району Это в целом Значит По области По райпо допустим Да Это социальная В общем-то проблема Очень социальная Это вот Взять желузу Которая без дорог Там значит Само товары доставляют По реке Там значит Трактора нанимает Чтобы буксировать машины И представьте Тоже миллионные долги Тоже миллионные долги Но их пока не задело Мы первые попали Под этот пресс Вы первые судитесь Да Первые Вот мы значит Самые Разбираемся Не знаю как Дело повернется Но пытаемся Обратиться во все инстанции Чтобы хоть как-то Нас услышали Увидели И помогли Ведь это серьезно Если Ну Пусть мы Обанкротиться В этом случае Не обанкротимся Но Очень существенно Пострадает деревня Мы ведь Закроем Уточные магазины А не зачем нам А вот допустим Смотрите Сколько Я просто сама родом Из деревни Я очень здорово понимаю Я помню вот эти времена Там бабушкиной деревни В которой просто Дороги нет И приезжает эта машинка Раз в неделю Вот это Об этом речь Да Это речь о том Что закроются эти магазины Вот в этих деревнях Да Разозную торговлю Мы не будем Перестанут эти машинки Ездить А вот много Вот этих деревень Которые пострадают Ну есть значит Где Кроме нас никого нет Таких значит Деревень С десяток Да Ну и есть где значит Есть еще предприниматели Но ведь когда Потребка операции Уйдет Оттуда Вопреприиматели Цены взвинтят Самые в разы Им тоже надо Выживать будет Правильно При таких обстоятельствах А на сегодня Вот потребка операции Она именно Сдерживает Рост цен И Стараемся как-то Наладить отношения И с властью И со всеми Мы социально ориентированная система Мы это всем говорим Все Должны бы Как вы об этом знать Но ответа нет Ответа нет Ну будем ждать Надеюсь И вашу программу Кто-то услышит Увидит И какие-то Отзвуки Отклики Появятся А еще вот эти 240 тысяч Да Вот Это что Кроме вот этих Больших площадей Да Которые Как оказалось Потом можно перевести Из общей площади В торговую Да Ну неужели Это что Это норматив Такой огромный Это такой норматив Вот видите Значит У нас по Кировской области Выше всех норматив Взять же Например Нашу Нижегородскую Там 0,29 А у нас 1,2 Не просто 1 единица А 1,2 Еще 20% Плюсом Это представляете Какие огромные Шесть раз Больше Чем Да Да Вот такая Самая Ну и по другим В общем-то Мы почти что Значит Приравнены К Москве Татарстану А Больше Везде Значит Намного Норматив Как в Москве Норматив Как в Москве А эти А сравнить Заработки Предпринимателей Московских И кировских Это очень большая Разница Вот в данной Ситуации Вы на что Рассчитываете С чем Вы обращаетесь Что вы Хотите добиться Мы понимаем Что Реформа нужна Что Экология Это тоже Очень важное В нашей жизни И не хотим Планету оставить Грязной Для наших Потомков Поэтому Мы за То чтобы платить Но платить разумно Хоть Исходя из чего-то Вот и призываю Значит Самое Власти И Куприт Что Давайте Пойдем Навстречу И Реально Значит Вот то что Сейчас сложились Какие Суммы Ну возьмите Мы заплатим С рассрочкой Но не так же Самые Не эти миллионы Где мы их возьмем А вообще Вот выход В этой ситуации Какой это Вот только Какой-то мирный Договор с Купритом Да Скорее всего Да Потому что Это фирма Получастная Самая И они все равно Эти деньги Будут выжимать И отжимать Любыми путями И мне интересно Останется Это Потребительская Кооперация В Котельницком Районе Хотя мы Даем Порядка Миллиона В месяц Доходов Во все бюджеты Во все уровни Представляете Мы социально Так сказать Поддерживаем Все сельские поселения Участвуем В программах По водопроводу Значит Электросвещение Или другие Какие-то мероприятия Проходят В сельских поселениях Даже взять Вот будет у нас Впереди День пожилых людей Они всегда К нам обращаются И мы им по мере возможности Всегда даем денег На проведение Данного мероприятия Но ведь это тоже Все заглохнет Мы никуда И ничего Больше не дадим Никому Очень серьезный вопрос Останутся какие-то Там несколько Магазинов Да Которые Приносят Хоть какую-то прибыль Да Говорить там о том Что тянет вниз В этом случае Да Об этом Давайте резюмируем Тогда Вот я скажу то Что я услышала Да Вы меня добавите Вот для вас сейчас Там самое важное Чтобы решить эту проблему Это Разобраться Вот с теми Тремя с половиной миллионами Да Выход вы уже нашли И даже предложили Куприту Заплатить столько Сколько реально вы Мусорите Так скажем Да Нет Мы даже не мусорим Мы сейчас Вот контейнера установили И они наполовину даже Не заполняются Еще и контейнеры личные Правильно я тоже услышал Личные контейнеры Мы поставили деньги туда Вложили Но теперь куприт вывозит Теперь вот это все налажено Вывозит и фотографирует Пустые контейнеры Это Ну ладно Это не такие грабительские Так сказать Расценки Мы можем еще пока пойти Но Хотя это и то Во сколько раз дороже Да В 10 раз Сразу получается Чем было до Мусорной реформы Так называемой Да А смотрите А на будущее Вот эти вот письма Да Которые вы пишете В правительстве Еще куда-то А на будущее Что вот Было бы интересно Вам поменять Ну вот кроме Вот смены Вот этой Тарифов Тарифов Да Этих Опять же Грабительских Если Ну Сейчас-то Вряд ли мы Что-то Сможем Изменить Потому что Они Купить Ссылаться Что Нормы И нормативы Не мы придумали Поэтому Ну это уже Это уже К правительству Вот эти ваши Обращения Президенту К правительству Уменьшить норматив Да Вот эта вот История С Сортировкой Мусора Сортировку Мусора Как-то планируют Пока в Котельническом Районе Этого нет Но Запланирован Это тоже Нас радует Мы уже Это делаем Сортируем И готовы У нас есть Предприниматели Которые занимаются Пластиком Картоном Этим всем То есть Вещь которая Вам могла бы Уменьшить Тариф Пока никак Не работает Получается Пока нет Но я думаю Что она со временем То есть Вы там Из своих Личных Экологических Каких-то Побуждений Только это делаете Правильно я понимаю Тариф это Никак не уменьшает Да Никак пока не уменьшает В общем-то Мне кажется Мы обсудили Да Обстановка ясна Что она сама Надо идти на Компромисс Надо как-то Помогать Власти Надо пойти Куприту На реальные Возможности Уменьшения И все тогда Нормализуется И мы можем В дальнейшем Им просто помогать На сегодня Из теней Не вышло порядка 70% Всех предпринимателей Они сами говорят Что мы заключили договора Только с 30% По области А значит Самые 70% Остаются В тени Потому что страшно С ними заключать договор Договор только заключишь И можешь сразу платить По нормативу Вы заключили по-человечески В январе И попали На эту вот историю Ну будем надеяться Что ситуация решится В вашу пользу Что вас услышат Увидят Хотя как-то да Спасибо вам За то Что поделились Мы очень рады Всегда таким историям Очень надеемся Что тоже Можем быть полезны У нас в студии Был председатель Котельнического РАИПО Депутат Котельнической Сельской Думы Евгений Вагин Я Мария Кожевникова Всего доброго До свидания Спасибо вам До свидания Крупный план